Диалоги о Вечном В компании друзей И один человек сказал Если я что-то Задумал То я обязательно Этого добьюсь Интересно, что Это заявление Оно вызвало Обсуждение В каком смысле это обсуждение может продолжиться Вот в нашей сейчас с вами аудитории Действительно ли это всегда так? Когда мы что-то задумали И мы действительно решили Что это то, что нам нужно То, чему мы стремимся Всеми фибрами своей души То мы обязательно этого добьемся Так это или нет? Ну, с одной стороны Американцы говорят If there is a will There is a way Если ты действительно что-то хочешь То ты найдешь путь И может быть Именно это Собственно и говорил Человек за столом Если я Что-то Решил Поставил при собой Эту задачу Я И ее Эту задачу Решу С другой С другой стороны Как и многие другие истины Это истина Безусловно Относительная Наверное не все Что человек Решает Он может решить Ибо Человек Предполагает И как вы хорошо знаете Бог И лишь только он Располагает В каком-то смысле Как решить Этого рода дилемму Решение Человека Или судьба Потому что Собственно говоря Как раз у нас за столом Когда один человек Сказал Что вот Он решил У него есть желание И он принял это решение То другой ответил Это судьба Если она есть То Конечно А если нет То ее не будет То есть этого Результата не будет И в каком-то смысле Вопрос действительно Зависит ли это От судьбы Или зависит ли это От решения человека И может быть друзья Как и Любой другой Реальный Настоящий Вопрос Проникающий Как бы В саму суть Мироздания Этот вопрос Он парадоксален По самой своей природе Потому что Естественно что Ответ его Так же как ответ на вопрос О природе света Он Двоичен Если вы помните Что такое Дуализм Света Точно так же И вопрос Судьба И лишения Человека Наверное Любой Из конкретно Взятых Ответов Он по сути Своей Ограниченный И потому Неправильный При этом На первый взгляд Это все не так Вот если мы посмотрим Сейчас на рассказ Растор Это у нас есть Любопытнейшая история Друзья Любопытнейшая история Которая продемонстрирует Как раз Некий Так сказать Некую идею Которую хотел бы С вами обсудить Евреи возвращаются В свою историческую родину Пытаются им Разные народы Преградить путь И евреи Преодолевают Все преграды Они разбывают Всех своих врагов И вот-вот Они должны Войти в страну Израиль И тут тогда Царь Балак Царь Моавитян Современный Где-то Иордании Решил Не допустить И не позволить Евреям Вернуться В Израиль Однако он понял Что Силой оружия Их не победить И потому Спросил он В чем же Сила этого народа Ну а как ты Поймешь Силу этого народа То Если ты хочешь ее понять Должен обратиться К ее лидеру Моисею И понять В чем же Сила его И он решил Что сила Этого человека Моисея Всего еврейского народа В силе слова Поэтому он решил Я буду их бить Их же оружие Я найду человека Который Обладает силой слова И все Что он Проклянет Будет Проклято Я найду Человека Который Проклянет Этот народ И сотрет Его проклятием Своим С лица земли В каком-то смысле Балак Решил воевать Все время Так сказать Неконвенциональным Оружием Потому Он находит Такого Экстрасанца Назовем Таким Скромным Словом Из Медьяна Соседствующей Республики Где-то тоже На территории Современной Ордании И Посылает К нему Гонцов Гонцы К нему Идут А он Говорит Я понимаю Зачем Вы пришли То есть Понятное дело Они ему Сказали Что Они хотят Чтобы он Пришел По просьбе Царя Балака Для того Чтобы проклясть Этот народ Он говорит Я понимаю Зачем пришли Но я Предупреждаю Вас Я Во всем Слушаю Небеса И Слово Бога Я Не нарушу Потому Вы ложитесь Здесь спать Ночью У меня Будет Видение Во сне Я с Богом Поговорю И утром Как говорится Утро Вечера Мудренее Понятное дело Что Не просто так Приглашал Царь Балак Сделать Такую Любезность Понятное дело Предложил Он ему Оплату Тем не менее Утром Когда Эти гонцы Балака Увидели Экстрасанца Белама То он Им сказал Даже Если Вы дадите Мне Целую Комнату Золото То С вами Я все равно Не пойду Ну Дел Был Нечего Вернулись Эти гонцы К царю Балаку Дали ответ И Балак Таким образом Интерпретировал Его Дайте Мне Даже Целую Комнату Золота Ну А если Больше Чем Комнату Золото Я помню Один человек Мне как-то Сказал Он говорит Если Человеку Предлагают Что-то И он Отказывается И говорит Что дело Не в деньгах И эту Проблему Деньгами Не решить Значит Ее надо Решать Не деньгами А большими Деньгами Ну Именно Таким Вот Так сказать Постсоветско Методом Решал Царь Балак Эту Проблему И он Говорит Просто Больше Надо Предложить С вами Я не Пойду Сказал Балак Ну Это Значит С ними Ну Потому Что Он Подумал Мелкие Сушки Какие-то Гонцы Надо Послать Важных Министров Действительно С серьезной Суммой Золото От которой Просто Трудно Отказаться И тогда Он Направляет Их Еще раз Уже Гонцов Более Так Сказать Уважаемых С Министерскими С золотом Будь здоров И они Приходят И опять-таки Говорит Им Этот же Самый Так сказать Этот же Самый Белам Он Говорит Им Ложитесь Спать Ночью Так сказать Предстанет Мне Всевышний И Посмотрим Что он Мне скажет Хочу Кстати Вернуться В мгновение В прошлое И сказать Что Всевышний Как бы Ему Действительно Предстал И сказал Ему Не ходи С ними И поэтому Он собственно Дал ответ И сказал Не пойду Тут ночь И опять Предстает ему Всевышний И на сей раз Всевышний Говорит ему Иди С ними Ничего Себе Всевышний Бог Еврейского Народа Говорит Беламу Иди С ними Иди К Балаку Проклина Еврейский Народ Да за что Да что Они сделали Что они Заслужили Почему Вообще Можно Такое Сделать Да и более Того Что вообще Это значит Всевышний Сказал Вчера Что По дороге По которой Хочет идти Человек По этой Дороге Ведут Его То есть Если мы Переведем Как бы Это утверждение Такой Разговорный Русский Язык Это значит Что Ведут Человека Небеса По дороге По которой Он хочет Идти Если человек Действительно Хочет идти По какому-то Пути Пусть даже Этот путь Будет Аморальным Пусть он Будет Даже Преступным Но если По этому Пути Он действительно Хочет Идти Если Это его Искреннее Настоящее Глубокое Глубинное Желание Которому Стремиться Всеми Фибрами Своей Души То Поведут Его Небеса По тому Пути По которому Он хочет Идти Казалось бы У нас Прямое Доказательство Тому Человеку Который В начале Нашего Разговора Сказал Если Я что-то Решил То Я Обязательно Добьюсь Вот вам Пожалуйста Прямо Доказательство Истор С другой Стороны Есть Комментарий Величайшего Мудреца Вильнского Гаона Который Жил Где-то Три Столетия Тому Назад В городе Вильнюсе И он Говорит Если Обратить Внимание На Язык Иврит То В языке Иврит Есть Нюанс Можно сказать С Кем-то Им А можно Сказать Эт Разные Слова Слово Им означает Один с другим Один с другим Стать единым Народом В этом Смысле Речь идет О единстве Замысла Когда Говорится Эт На Иврите Тоже Да То Там Другой Подтекст Ну Ты можешь Пойтись С этим Человеком Тебе Пока С ним По пути Но Смысл Как бы Гораздо Меньшей Так Ассоциации Меньшего Единства Отнюдь Не Так Сказать Неговоримо Вообще Единство Замыслов Так Вот Говорит Он Что Всевышний Сказал Ему Изначально Не Идти С ними Используя Слово Им А потом Второй Раз Когда Он Сказал Ему Да Идти То Говорится Лехитам Иди С ними Это Уже Совсем Другое Слово На Иврите Поэтому Первоначально Он Сказал Действительно С ними С этим Замыслом Дорным Уничтожить Ивритский Народ Не Иди Ну А потом Он Сказал Почему-то Да Идти Но В другой Форме Поэтому Отступление От первоначального Запрета Идти Замыслом Уничтожить Проклясть Евреев Не было Этого Отступления Но Тем не менее Сама Мысль О том Что Если Человек Что-то Задумал То Даже Небеса Как бы Раступится Перед Ним И позволит Ему Это Делать Сама По себе Эта Мысль Кажется Сложной Парадоксальной Тем более Если Учесть Другой Момент А удалось Ли ему Действительно Добиться Того Чему Он Стамился Ведь Кроме Того Что Он Хотел Денег Он Действительно Был Антисемитом К сожалению Есть такая Болезнь В мире И Между прочим Антисемитизм Это Очень Опасная Болезнь Для Антисемитов Поэтому Все Антисемиты Друзья На каком Бо Языке Они Говорили По Ирански По Немецки Или Даже По Русски Им Не Вредно Помнить Слова Туры Который Всевышний Обращается К Авраам И Говорит Благословляющие Тебя Будут Благословлены А Проклинающие Прокляты Потому Антисемитизм Это Проклятие Прежде всего Для самого Антисемита Потому Что Так Получается Что Мир Это Зеркало В котором Видит Человек Себя В отражении Потому То Что Он Посылает То И Возвращается На Кто-то Против Евреев Хотел Повесить Мордыхая Построил Даже Веселицу Проблема Только Одна На Весельце Повесили Его А не Мордыхая Поэтому Пойти То Он Пошел Этот Человек Этот Белам Он Пойти Пошел Он Даже Сказал Царю Балаку Построй Для меня Такие Специальные Жертвенники Приноси Там Жертвы Я буду Вставать Поднимать Я буду Колдовать А потом Я открою И у меня будет вдохновение И только лишь то Что скажет мне Бог Небеса Я это и произнесу И вдруг Он произносит Вместо проклятия Величайшее благословение Как прекрасны Шатры Твои Яков И жилища Твои Израиль Увидев Еврейские Шатры Увидев Еврейский Лагерь Он произносит Величайшее благословение Которое сегодня Произносит евреи Когда входят в синагогу Они повторяют Слова царя Белама То есть Этого Простите Так сказать Экстрасанца Белама Которого привел Царь Балак И Эти же слова Произносят И поют Когда Свершится Строительство Нового еврейского дома Нового еврейской семьи В момент свадьбы Удивительно Он хотел Проклясть А Всевышний Перевернул Это проклятие Величайшее Благословение Удалось ему Добиться Того К чему он стремился Абсолютно Нет Да Ему удалось Развязать войну В конце концов Он поднял Белам И Балака Царя Муавитян На Открытую войну С евреями И в этой войне Сам Он Сам Белам Экстрасан Спал от меча И мудрецы говорят Он пришел к нам Воевать с нами Словом Но на самом то деле Погиб в бою От меча Ну То есть Его собственного оружия Условно говоря Оружия народов мира Потому что Для еврея Его главная сила В слове Так вот Любопытно здесь То что Я помню Много лет назад Я жил в Израиле Я когда сидел За столом У замечательного раввина Из города Прекрасного Черновцы Которого звали Рабихай Мейркагана И он мне говорит Ты знаешь Говорит Вот эти вот слова Раши Комментария Которые он приводит Слова Талмудов Которые говорится Что по дороге По которой хочет Идти человек Ведут его Он говорит Эти слова Хасиды Черновцах Они Прочитывали По другому Потому что Есть текст А есть контекст Есть закон А есть дух закона И можно взять Одни и те же Самые слова И прочитать По другому И проявятся Они в некой Другой своей Субстанции И читали Они их так По дороге По которой Хочет человек Идти Идет он Вопросительный Знак Ведут его Ты думаешь Что ты идешь Что ты выбираешь Твоя свобода Выбора Относительно Да Она есть Но она относительно Но главное Ты выбираешь Путь По которому Ты идешь Но ты никогда Не знаешь К чему Тебе этот путь Приведет И потому Поскольку Замыслы Белама Были Дурными То он То пошел Но только он Вместо Инструмента Проклятия Стал инструментом Благословения Он Который Нес смерть Другим Он думал Что он Идет заработать Для себя А на самом То деле Принес смерть Самому себе Потому что Что посеешь Что и пожнешь Вот такой Друзья У нас получается Парадокс Относительно Того В чьих же руках Судьба Человека В Так сказать Руках небес В руках Самого человека Очевидно Ответ верен И то И другое И как это работает Это Величайшая загадка Но какая бы Не была бы Здесь загадка Все что Нам дано Это делать Правильные шаги И делать правильный выбор Итак Наш телефон В эфире Друзья 718-303-99 Мы рады вас слышать Здравствуйте 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 Вы знаете Вот я Когда вы говорили Вдруг Я вспомнила Исаия 30-я глава Делайте советы Но без меня Грех Прилагайте греху Вот Ваш друг Извините Немножко Самоуверенный Потому что Когда он говорит Что Вот то Что я задумаю Это Так Но И недавно Я прощалась У Волдера Друг умирал И когда он Пришел прощаться Он говорит Держись Держись А он спрашивает За что Держаться Вы знаете Если Твои замысли Твоя жизнь Без Господа Это Пустота Лали Одно Моговение Хочу сказать Интересный момент В Талмуде Говорится Ничто не устоит Перед лицом Желания И в этом Есть относительная Истина Но Абсолютная Истина Заключается В том Что человек Выражает себя Своим Желанием Мы Это то Что мы хотим И потому Вопрос в том К чему я стремлюсь Я определяю себя То К чему Один стремится К славе Другой стремится К богатству Третий стремится Унизить человека А другой Стремится Помочь Поддержать И потому Человек в конце концов Даже если И не определяет Своими поступками Потому что Не все наши поступки Они в мире Могут реализоваться Потому что Есть много вещей Которых от нас Не зависят Но мы Это наше желание Я хочу Благодарить Выслали за звонок Я просто хочу Благодарить Всего доброго Вам пока Да мы слушаем Вас Здравствуйте Здравствуйте Я очень вам Благодарна Я очень с удовольствием Слушаю ваши передачи Я позвонила Потому что Я хочу что-то спросить Я не знаю По тему Не по теме Вот Тору Когда переписывают Даже запятую Нельзя Упустить И А почему же Столько у нас В религии Столько разных И Хаббат И Слава Богу Смотрите Смотрите На одной ноге Одной секунду Смотрите 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 Какой момент Вот возьмите белый свет И пропустите его Пожалуйста Через Призму И он Преломляется Ну Не всеми Даже Это на Человеку кажется Его невооруженным взглядом На Многочисленные Бесконечные Проявления Разных Оттенков И цветов Правда Поэтому С одной стороны Тор одна И текст один А есть Многочисленные Тонкости Нюансы Его понимания Отражаются Они В душе И в судьбе Каждого человека По-своему Для этого Нам нужна Своя Отдельная Передача Но Вы знаете Был такой Великий Рэбб Который звали Хофцхайм И к нему Пришли люди Задали ему Как раз Ваш вопрос Почему у нас Есть те хасиды И эти хасиды И эти не хасиды Он говорит Спросите Например Российского царя Смотрите У него есть И кавалерия И артиллерия И флот Зачем ему Ответ У каждой группы Своя миссия И очевидно У нас Русских евреев Есть тоже своя Какая-то Русскоязычных евреев У нас какая-то Своя миссия Мы что-то Привносим Своё уникальное В еврейскую историю В истории Своего народа И в человеческую Историю По сути Поэтому Не надо Стирать различия Потому что Каждый человек Уникален Каждая общита Уникальна Судьба каждого человека Уникальна И поэтому Каждый обогащает И то, что мы разные Это не наша слабость А это наша сила Всего самого хорошего Всего доброго Пока Спасибо большое До свидания Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok